Еще один дегенеративный текст с Дзена, канал называется «В двух словах», я даже подписался, чтобы отслеживать эту помойку, которая гадит в головы подрастающему поколению. И статья называется «Почему не получается построить нормальную семью с разведенной женщиной и с ребенком?». Кстати, у этих крыс РСП, разведенка с прицепом, это вообще страшилка, пугалка, радиоактивность, токсичность, они все панически боятся, они не умеют построить отношения с девственницей, с девушкой, а женщина с прицепом или женщина с ребенком для них пугало еще то. Давайте разберем вавки в голове у этого пубертатного ребенка, который решил порассуждать на эту тему. Половина мужчин, которые хотели создать отношения, были недовольны. Ну и что, это не повод для статьи. Говорят, такой даме нужен в первую очередь мужик с большим карманом денег для нее и ее ребенка, а любовь – это потом. Ключевое слово «говорят». То есть в данном случае мы имеем подростка, который своего личного опыта не имеет, но опирается на чьи-то исследования и слухи. Да, это затраты денег, силы времени, но если нет никакой благодарности в ответ, зачем она нужна? У вас пропадает мотивация, она уходит к другому, который дальше будет ее спонсировать. Мысль нехитрая, примитивная и не выдает большого ума, потому что отношения в семье – это намного больше, чем затраты денег, силы времени и получение взамен благодарности. Это совместный проект, прежде всего, хозяйственный. Люди сходятся для того, чтобы расти детей, для того, чтобы получать друг от друга вдохновение. И тоже благодарность. Кто сказал, что нет никакой благодарности? Возможно, что те люди, которые этому подростку рассказали эти страшилки, всего лишь навсего не умеют строить отношения. Отношения строятся по принципу «что ты можешь дать?», а потом «что ты попросишь или получишь взамен?». Ты просто даешь, как солнце. Вот солнце светит, и ничего ни у кого взамен не просят, правда? А луна вообще не светит, но все время к себе притягивает чужой свет. Вот примерно на луну похожи эти мальчики пубертатные, которые все время пересказывают чужие страшилки от того, что какая-то женщина их обижает, отличается от их мамы, которая целовала в попку, и забирает у них таким образом мотивацию. Когда женщина заманила мужчину к себе, чувствуете, да, страдательный залог? Не он пошел, а женщина его заманила к себе. Я ни в чем не виноват, это все она. Она начинает с него только выкачивать, не давая ничего взамен. А что там списком, пожалуйста, рулоном, да, напиши? Что ты взамен-то хотел, сынок? Треугольник, в котором ты будешь лишним. Мужик в этой семье не нужен, только спонсор решающий проблемы. Ну, решала проблему – это второе название мужчины. Если он создает проблемы, то это не мужчина. И, в принципе, решать проблемы можно вообще, не обращая на них внимания. Такая женщина уже выполнила свое предназначение, когда у нее появился ребенок. Она может запрещать лезть в воспитание ребенка, хотя деньги ты на ребенка тратить должен. Ну, во-первых, ты ничего не должен. Если ты ввязываешься в такие отношения, то ты решаешь совершенно другие задачи, и они твои. Объясню на примере. Дело в том, что мы живем в городских условиях, когда секс, сексуальность лезет из всех щелей. И мальчики наши перевозбужденные, гиперсексуальные, естественно, лезут в пикаперские школы, им надо набрать сексуальный опыт. Это называется мужская модель поведения в сексе. То есть считается хорошим тоном лечь постель с женщиной на первый, на второй, на третий день свидания. И это набирание опыта, оно, с одной стороны, конечно, самооценку повышает. Нельзя сказать, что женщина ничего не дает. Но, с другой стороны, это по статистике, если проводить статистику 3-4 поколения, приводит к тому, что у таких мальчиков накапливается ответочка. Дело в том, что испорченные девки, от которых ты не женишься, они создают тебе проблемы, что у тебя не будет счастья в семейной жизни. И эта кармическая ответочка, она приводит к тому, что у твоих детей не будет счастья, а ты должен эту ответочку чем-то отработать. Чаще всего отработать ее можно воспитанием чужих детей, потому что в православной традиции, неважно, кто родил, важно, кто воспитал. И когда какие-то чмошники или крысы начинают говорить, что воспитывать чужого ребенка – это токсичность и радиоактивность еще большего порядка, то это люди, во-первых, недалекого ума, они вообще не строят стратегических целей на жизнь, это люди, которые только могут получать и живут как биороботы – поесть, побегать, сходить в туалет и потрахаться без ответственности. Это биороботы, то есть у них нет больших целей, самый потолок их желания – это деньги. Не жена, понимаете, есть еще одни люди примитивные, кулацкое самосознание, те хоть женятся, те хоть садят дерево, растят сына, строят дом, и это у них все мое-мое. Это с нашей точки зрения, например, тоже люди достаточно ограничены. А вот эти нелюди, нежить, они даже на это не способны. У них такие ментальные вавки в голове, что они, я не говорю там разведенка с ребенком, они не способны построить счастливую семью хоть с кем. И это клеймо, это вавка, которую лечить не так-то просто. Пару мнений, что говорят мужчины по этому поводу. Ребенок вырастает и посылает неродного отца. Когда предложил расписаться, она начала мне объяснять по пунктам, что нужно вкладывать ребенка, нужна хорошая квартира, если повысишь тонну моего ребенка, сразу вылетишь. Тогда я ее видел в последний раз. Можно найти нормальную без понту. Жил с разведенка, растили дочку в любви и радости. А когда пришел момент развестись, дочка, знаете, видеть меня не хотела. Думаю, вина моя, надо было думать головой. Знаем одну даму, родила от одного двоих, развелась, вышла еще раз замуж, родила одного, развелась. В итоге от супруга дом и алименты, от второго алименты хорошо живем. Да дело-то здесь не в деньгах. И на самом деле разводятся-то двое, а не одна. И вот в этом предложении всего лишь навсего это все они. Мы-то хорошие, нас мама любила просто так, а мы-то хорошие. Мы поднимали задницу, мы умели разговаривать, мы избавляли женщин от страхов. Страх остаться одной – это очень серьезный страх. То есть мы были чутки, у нас хватало эмоций, эмоционального того же интеллекта. Мы мастерски строили отношения, только нас бросили нахрен. А нам стало обидно, что нас бросили якобы из-за денег. Нет, нас бросили не из-за денег. Деньги – это так, чисто побочный результат. Обычная банальная неприспособленность к жизни. Им нужен только спонсор для детей. Если не устраивает, причина всегда найдется уйти. Ну так и не сходитесь с такими женщинами, Господи. Им нужен не спонсор для детей. На самом деле они работают и зарабатывают сами. Вот уже ж несколько дней, месяцев лет вы ж не живете с ними. А тем не менее они умирают от голода. Соответственно, дело не в деньгах. Женщины разводятся от того, что мужчина, как правило, чурбан бесчувственный. Потому что сходятся ради силы любви. Ну это все замешано на сексе, по мужскому сценарию. Но в целом женщины надеются на силу любви. У них же сердечная чакра работает всегда. А у мужчин она включается только после рождения их ребенка. Ну плюс-минус. И если мужчина остается чурбаном бесчувственным, жить с ним становится просто не в кайф. Ну и пошел нафиг. Женщина рассуждает сердцем. А и, собственно говоря, вот он и результат. А мужчина, у которого выключено сердце, он начинает читать бабки, калькулятор. И всячески, вот как в начале этой статьи, я-то хороший. Это все она. Она меня заманила. Когда узнаешь о разведенке, почему ты не замужем, ответ почти всегда один. Нет, достойный. Но надо было искать, когда хотела ребенка. Дурачок. Достойных действительно мало. И это факт. Подавляющее большинство мужиков – это эгоцентристы, эгоисты, воспитанные мамами, которые никогда никому ничего просто так не дадут и удавятся за три копейки. Ну, это первый признак достоинства. Мужского достоинства. То есть мужчина, в принципе, по умолчанию, как солнце, должен быть щедрым. Представляете себе, солнце предъявит вам счет за свет, который оно выдает, и скажет, ага, вот за тот солнечный день и за этот, пожалуйста, мне заплатите. Дайте мне взамен что-то. Мужчина – это солнце. Он должен быть щедрым. Он должен быть расчетливым. Он не должен быть мотом. Но, в принципе, давиться из-за трех копеек женщине, которой ты живешь, – это дурной тон. Не надо было сходиться. Если тебя что-то не устраивает, разворачиваешься и иди. Но тебя-то заманили, вернее, тебя твои яйца заманили. Ну, пожалуйста, получи. Уважаемые читатели, что вы думаете по этому поводу? Может, вы расскажете свою историю? Да истории миллионы. Все они, в общем-то, базируются на одном простом принципе. Создавать молодому пубертатному мужчине брак с девушкой, не рожавшей, – это, конечно, правильный путь. Но подавляющее большинство девушек сейчас достаточно примитивно и с ними неинтересно. Тут же проблема еще в том, что женщина с ребенком, как правило, она более развита. У нее есть опыт, она знает мужчин, она знает, что почем на этом свете. И просто секс ей уже и не нужен. У нее есть какие-то представления о нечто большем. Что, в принципе, мужчине может быть и интересно. Особенно молодому и не оперившемуся, который, кроме как подержать член в руках, больше ничего и не умеет. Поэтому кричать в истерике, что с разведенной женщиной нормальную семью построить нельзя. Утверждать такую вещь могут только дегенераты. То есть люди, ни разу не бывшие в нормальных отношениях. И люди, которые пересказывают чужой опыт, который на самом деле направлен на то, чтобы эти дебилы никогда и не женились, и не попробовали построить нормальные отношения. Это первое. Второе. Люди, мужчины в возрасте 30 и старше, целенаправленно ищут себе женщин мудрых, умных и понимающих. А это точно не 18, 20, 22-летние. Если вы вдруг обнаружили пару, где 40-летний женился или сошелся с 20-летней, это просто этот 40-летний не выучил уроки соответствующего своего возраста. Он не нагулялся. У него сексуальный двигатель двигает быстрее, больше и сильнее, чем сердце. Сердце еще не включилось. И надо вообще посмотреть, а есть ли у мужчины свои дети, и как он их воспитывает. Вот эти все разговоры построит нормальную семью с разведенкой или не с разведенкой. Им всем нужны деньги. Это маскировка того общей несостоятельности мужчины, которая в принципе базируется на лени, на жадности и на неспособности что-то дать. Получается, что такой мужчина удавится за три копейки и все равно ничего не даст. Поэтому я эту статью разбираю не для того, чтобы кого-то оскорбить лишний раз, а для того, чтобы обратить внимание. Вот канал в двух словах, он маскирует общую внутреннюю личностную ущербность таких мужчин, которые обвинят в своих неудачах кого угодно, но только не себя.